здравствуй уважаемый зритель как ты понял из названия это экспресс-обзор линейки газовых горелок от компании сплав ну и начнем с малышей легких и компактных горелок накручиваем их прямо на баллон и рассчитанных на теплое время года эти модели отлично подойдут для одного-двух человек и займут минимум места в вашем рюкзаке и лидером этого марафона является титановая горелка ultralight xtr новинка в линейке компании сплав самая компактная и самая легкая массой всего 29 грамм а размеры такие что ее можно запросто потерять в кармане рюкзака но в то же время это мощный аппарат который подойдет и для двоих путешественников а для быстрых легкоходов просто оптимальный вариант а еще это отличный подарок любому туристу ведь титановая горелка это дорого и стильно но есть нюансы о которых вам не расскажут другие производители подобных горелок во-первых из-за своих размеров она может быть немного неустойчивая и когда ставишь кастрюлю большого размера следует следить за центровкой а во-вторых из-за монолитности конструкции чистка и ремонт внутренних частей затруднен поэтому рекомендуется использовать хороший проверенный газ например тот который продается в магазинах сети сплав свифт почти как автомат калашникова за свою простоту неприхотливость и неубиваемость отлично подойдет храбрым одиночкам и брутальным страйкболистам пожалуй единственное что может вывести из строя данную модель это промышленный пресс но его вы вряд ли найдете в полевых условиях поэтому эта горелка призвана прослужить вам долгие годы но обратите внимание простая конструкция не подразумевает пьезоподжиг ну и маленькая посуда на нее может не встать а вот лопасти на рассекателе это ветрозащита от урагана конечно не спасет но при небольшом ветерке пламя будет поустойчивее фаст почти то же самое что свифт но уже с пьезоподжигом а значит раскочегарить этого малыша еще проще и быстрее с ним есть отличный повод бросить курить ведь спички больше не нужны кстати контакт пьезоэлемента защищен от огня дополнительной пластины эта модель уже менее прихотлива к размеру вашей посуды она подойдет и для маленькой чашки и для большой кастрюли теперь рассмотрим средний класс горелок золотая середина между функционалом весом и мощностью эти модели подходят не только для соло путешествий но и для похода в составе групп до 5 6 человек в разное время года крик компактно складываемая модель при этом имеющая большой рассекатель не тяжелая и устойчивая подойдет практически под любой тип посуды от маленькой кружки до большой кастрюли имеет пьезоподжиг но не имеет систему предварительного подогрева топлива поэтому если применять эту горелку зимой то не сильно морозный экспресс имеет такой же большой рассекатель что и квик но чуть легче и рассчитана на большую посуду а следовательно и более устойчива за счет конструкции опор но пусть легкость и проволочные ножки вас не обманывают на этой горелке можно приготовить даже самое тяжелое блюдо также как и квик не имеет систему предварительного подогрева топлива поэтому использование этой модели ограничивается не сильными морозами зато есть защита контакта пьезоэлемента от огня следует обратить внимание на рекомендацию производителя и складывать ножки горелки после того как они полностью остынут шарп компактная всепогодная горелка ну то есть сильный ветер внешняя ветрозащита конечно не будет лишней пьезо поджиг отсутствует поэтому коробок спичек или надежная зажигалка должны быть под рукой в общем простая надежная модель но сама стоит не уверена и за посудой нужно следить зато это самая легкая модель среди своих одноклассников имеющая трубку предварительного подогрева газа что расширяет возможность применения этой модели зимой рокет можно сказать что это сестра шарпа только с менее угловатыми формами тоже легкая тоже компактная тоже не имеет пьезо и также имеет подогрев топлива для зимнего использования при этом более устойчивая но вот для маленькой посуды не подойдет модель отлично впишется в список снаряжения для пары романтиков которые собрались прогуляться по снежным вершинам рэпид эта модель чем-то напоминает таганок под сухой спирт она несколько тяжелее своих одноклассников но зато имеет встроенную ветрозащиту что уменьшает зависимость от погоды и уменьшает время готовки однако от сильных ветреных порывов горелку лучше укрыть имеется пьезорозжиг но нет предварительного подогрева топлива модель обладает хорошей устойчивостью и подходит для посуды с большой поверхностью теперь переходим к тяжелой артиллерии рассмотрим самые мощные модели горелок в линейке компании сплав джет форм-фактор как у модели экспресс ну то на которой можно сварить кашу из гири только джет мощнее гораздо мощнее 5800 ватт хватит чтобы накормить большую компанию с большой посуды это самая мощная горелка в серии она не имеет пьезорозжига но зато центральная шахта это не что иное как подогрев газа в общем достаточно легкий аппарат и относительно недорогой для своей мощности отлично подойдет для групповых походов в разное время года только стоит помнить про складывание горелки после того как она полностью остынет бёрн как говорит производитель самая недооцененная модель и это довольно странно ну во первых конструкцию на четырех широких опорах довольно сложно опрокинуть во вторых установить можно посуду совершенно разного размера от компактной кружки до огромной кастрюли в третьих это отличное сочетание мощности и малого веса горелки четвертых это рассекатель в виде чайного ситечка за счет такой конструкции задуть пламя довольно сложно ну и в пятых наличие пьезоподжига да не самая дешевая и компактная модель но несомненно заслуживающее внимание эмит тот случай когда в одной модели есть все и сразу тут не только подогрев газа и пьезоподжиг тут еще и отличная ветрозащита горелка отлично сбалансирована она очень устойчива посуда на ней стоит хорошо причем любого размера с этой моделью как из хорошей компании куда угодно но конечно за такую систему all inclusive приходится платить поэтому масса и цена этой горелки одна из самых больших среди своих одноклассников особняком от своих собратьев находится модель dual вообще эта горелка заслуживает более пристального внимания и отдельного обзора включая и демонстрацию правильного использования но дабы не утомлять уважаемого зрителя этот вопрос мы оставим вне рамок данного видео как можно понять из названия dual это мультитопливная горелка которая работает как на газу так и на бензине может показаться что от подобной горелки попахивает нафталином ведь на примусах с жидким топливом готовили наши отцы и деды но это не совсем так бензин гораздо лучше газа ведет себя в условиях высокогорья и низких температур он медленно сгорает и его проще достать в отдаленных районах газом же в условиях средней полосы пользоваться легче и безопаснее но его нельзя перевозить самолетом а купить можно далеко не везде от своего младшего собрата эмит эта модель унаследовала систему предварительного подогрева топлива но за ненадобностью потеряла пьезорозжиг так что если вы собираетесь куда-то высоко где холодно и не достать газ то эта модель заслуживает вашего пристального внимания главное при использовании бензина помнить о правильном положении баллона с топливом и строго соблюдать технику безопасности при работе с открытым пламенем ну и подводя итоги хочется верить что этот экспресс обзор поможет вам определиться с выбором горелки под ваши задачи следует отметить что все рассматриваем модели рассчитаны под резьбовые баллоны и если вы хотите использовать санговый тип то необходимо дополнительно приобрести вот такие вот переходники ну и рекомендуем использовать ветрозащитные экраны для тех моделей где такая функция отсутствует оба этих аксессуаров всегда есть наличие в магазинах сети сплав еще одна деталь которая может вам помочь с выбором это пьезоподжиг пьезо это удобно но нужно понимать это не является полной гарантией того что она не откажет самый ответственный момент поэтому спички зажигалка в каждом походе обязательны но это уже техника безопасности стоит упомянуть что на все модели компания сплав предоставляет гарантию один год но и пост гарантийную поддержку тоже никто не отменял обратившись на форум компании или в группу вконтакте вы можете быть уверены что вам подскажут решение проблемы и в случае необходимости помогут с ремонтом ну или подберут запасные части которые имеются для каждой модели в достаточном количестве но и это еще не все если вы повредите топливопроводный шланг производитель вам его заменит пока это делается совершенно бесплатно а если в дальнейшем и будет платно то совершенно за символические деньги согласитесь не все могут похвастаться подобным сервисом в общем спасибо за просмотр и вкусных вам блюд на горелках от компании сплав